Здравствуйте! В эфире Электрогорское телевидение. В студии с обзором новостей Ольга Костина. Смотрите в нашем сегодняшнем выпуске. Прямой эфир с главой Электрогорска прошел на телеканале ТВЛ в понедельник. От улицы Чкалова до площади Советская глава Электрогорска совместно с сотрудниками администрации и представителями организаций провел первый после зимы обход по городу. Работники администрации и руководители садовых некоммерческих товарищей в актовом зале администрации собрались на совещании, тема которого – подготовка к пожароопасному периоду. В центре внешкольной работы «Истоки» театральная студия «Дебют» представила свое выступление, посвященное прошедшему Международному дню театра. Праздничное мероприятие комбината питания прошло в актовом зале 14-й школы в еженедельной рубрике «Спорт», «Минифутбол», «Хоккей», «Греко-римская борьба» и «Рэгби». А теперь обо всех новостях подробнее. Традиционный прямой эфир с главой Электрогорска прошел на телеканале ТВЛ в минувший понедельник. Прямой эфир с городским главой состоялся в понедельник 31 марта. Вопросы от жителей звучали, как всегда, самые разные. Однако ведущей темой эфира стало благоустройство города. – Здравствуйте. – Здравствуйте. – Да, добрый вечер. – Это Курликова Наталья Петровна. – Добрый вечер. – Я хочу вам сказать спасибо огромное за вот эти праздники, которые устраиваются. День культуры, потом день РТХ. Потому что мой ребенок ходит во многие занятия и рябинушку, и танцует, и с удовольствием рад выступать. И еще хочу спросить. Вот мы живем год в этой стрим. Насчет площадки. У нас возможно поставить площадку детскую? Мы писали вроде и опять писали, и обращались. Вы вроде сказали, что посмотрите и решите. Мне интересно, детскую площадку нам возможно поставить на вас? – Значит, спасибо за вопрос. Я вижу, там у вас малыш или сынок, или внучок, кто там, я не знаю. Значит, спасибо огромное. Но у нас не просто обход по городу, а именно как раз мы планируем, что необходимо сделать. И в кратчайшие сроки, это буквально ближайший апрель, май месяц, для того, чтобы навести порядок перед православным праздником Пасхи, для того, чтобы навести порядок перед 9 мая и днем города. Но мы и как раз идем и планируем, и советуемся, и определяемся по объему работ, то, что сделать нужно за весенне-летний период до осени. И в том числе и по детским площадкам. Да, у нас есть планы на установке детских площадок. Сейчас, ну просто, чтобы у вас заблуждение не ввести, я не готов сказать именно про Горького 33, потому что у нас много таких объектов, где хочется сделать. Но все по возможности. В прошлом году, вы знаете, 9 детских площадок мы установили, за небюджетные средства. В этом году мы тоже планируем установить детские площадки, и сделать, наверное, еще в большем объеме и более продуманно, для того, чтобы ребятишки наши, конечно, в хороших условиях отдыхали, и наши родители вместе с детьми, с внуками. Поэтому посмотрим, вот сейчас обход сделаем, проанализируем о наших возможностях и постараемся. Но я хочу сказать, что работы это будут ежегодно продолжаться, и где старые будем площадки заменять, где новые будем их, значит, поддерживать, и новые места будем находить, устанавливать. Поэтому постараемся, конечно, но вот, чтобы именно по Горького 33, просто сейчас я не готов сказать конкретно. Спасибо большое за ответ. Есть плюсы, есть минусы. Видно, что работа по благоустройству ведется. И сейчас мы предлагаем вам тематический сюжет. Игорь Петрович, уважаемые телезрители, внимание на экран. Закончилась зима, наступила весна. И один из главных вопросов на сегодняшний день это благоустройство города. Каковы же планы у администрации Электрогорска? Какие работы будут проводиться? И как город будет выглядеть в дальнейшем? По словам представителей администрации, в этом году в планах по благоустройству находится район Теплого озера, прилегающая к озеру Стахановское, территория физкультурно-оздоровительного комплекса и площадь Советская. Давайте подробнее остановимся на некоторых объектах. На Теплых озерах планируется разместить зону для молодожен. То есть вот на сегодняшний момент там уже сделали новые мостики, подремонтировали, установили новые перила, красивые, кованые, стойкие. На Теплых озерах планируется разместить ротонду. Она будет из искусственного камня под цвета песчаник. Сейчас я вам покажу образцы, которые у нас были. Горяна будет вот такого цвета. Вот, третья желтенькая. Это цвет песчаник. Ротонда будет установлена на площадке в форме сердца, которая у нас сейчас уже есть, уже установлена. За ротондой будет кованое дерево с листочками, дерево желания, на которое молодожены будут вешать замочки. На площади Советской планируется реконструкция и дорожного покрытия и фасадов зданий собственников. Установка новых лавочек, осветительных приборов, расширение входа со стороны вокзала и озеленение прилегающей территории. На новом бульваре в ближайшее время состоится акция по высадке деревьев и кустарников, в которой примут участие предприятия, сотрудники администрации и жители Электрогорска. А хвойные деревья украсят доску почета на задней части бульвара. Конечно, хотелось бы там поддержать каштановую аллею, которая у нас по старому бульвару идет, и вновь перетекает высадку новых каштанов на новом бульваре, на продолжение бульвара, и заменить высохшие каштаны, те, которые у нас на старом бульваре. Не забудут и про наших малышей и подростков. В планах установка пяти-шести новых детских площадок. Ремонт и покраску на уже имеющихся детских сооружениях, где это необходимо, а также установку ограждения проведут сотрудники управляющей компании «Ленком». Функциональную площадку с резиновым покрытием установят в сквере перед Домом культуры. На ней будет размещен не только детский игровой комплекс, но и сооружение для воркаута и других видов спорта. Городской парк у клуба имени Ленина со временем тоже приведут в порядок. Светом депутатов была принята муниципальная программа по основным мероприятиям благоустройства территории городского округа Электрогорска. Это на 2014-2018 годы. И одной из позиций этой муниципальной программы является работа по благоустройству Дороспольского парка, в которые будут в себя включать установка ограждения, обустройство пешеходных дорожек, установка скамеек, урн, малых архитектурных форм, разбивка клумб, установка обустройства детских игровых площадок, посадка деревьев и кустарников. Вопрос уличного освещения во дворах и установка новых опор освещения там, где это необходимо, также входят в планы по благоустройству. Но и волнующая тема горожан – это наши дороги. Их не оставят без внимания. Самая большая работа будет проведена в центре города, это где у нас новый бульвар, лицей, бассейн, строительство. Здесь, значит, будет выполнена дорога, которая идет мимо лицея, вдоль детского сада, к дому 17, ухтомского, и поворачивает на садовое товарищество. То есть мы хотим восстановить то дорожное полотно, которое сейчас у нас разбито, частями засыпано. Будем делать карманы заездные, чтобы люди могли подъехать, оставить автомобили, пойти погулять и на бульвар, и в городок сказок, и к озеру подойти. Ну и использовать их в ежедневных своих целях для подъезда к своим гаражам, на садовые участки и детскому саду, жилым микрорайонам. Протяженность дороги составит примерно 550 метров, а финансовая составляющая будет из бюджета города и областной субсидии. Что касается главных и внутриквартальных дорог общего пользования, находящихся в муниципальной собственности, их ожидает ямочный ремонт, нанесение разметки, окраска бордюров и установка дорожных знаков в соответствии с требованиями безопасности. У нас есть жалобы населения в отделе ЖКХ с прошлого года, там, где мы не доделали внутрикварталку, жалобы на ямы, появившиеся вновь. Плюс проведена работа МУПТЭС с ИЛИНКОМ и МУПЭлектросетью прошли, посмотрели, определили тоже объемы. Сейчас мы это все делаем, собираем в отделе ЖКХ, аккумулируем, смотрим наши желания и то, что есть в действительности. Складываем и будем начинать работать. Небольшие работы по ремонту дорог начнутся уже в апреле, а крупные – летом. Планов много, нужно набраться терпения. Невозможно провести в порядок и украсить город быстро, будто одним взмахом волшебной палочки. Соответственно, выполнение некоторых работ придется отложить на другое время. Постепенно Электрогорск преобразится. Дорогие горожане, берегите свой город, ведь это наш общий дом. Состоялся обход городских территорий главой Игорем Красавиным совместно с сотрудниками администрации и руководителями организации Электрогорска. Главный вопрос встречи – выявление мест на городских улицах, требующих наведения порядка. Подробности смотрите в нашем сюжете. Обход городских территорий главой Игорем Красавиным совместно с сотрудниками администрации и руководителями организации Электрогорска состоялся 28 марта. Осмотр мест на городских улицах, требующих наведения порядка, началось с улицы Чкалова. Первое, на что обратила внимание комиссия – это территория, прилегающая к Сбербанку. Машинам негде встать. Вопрос парковочных мест нужно разрешить. Также после разбора главной теплотрассы планируется продумать заезд с улицы Советской на улицу Чкалова, где сейчас находится пешеходный мостик. А дома номер один по улице Чкалова в сторону платформы. 14-й километр необходимо рассмотреть наличие пешеходной дорожки. Также обошли детские спортивные площадки. Взяли на заметку те, которые нужно привести в порядок. Где-то подкрасить, где-то подремонтировать. Сейчас будем проводить субботники. Может, кого-нибудь из партий, как мы в прошлом году закрепляли. Закрепить, подкрасить, подновить. Один раз в году весной мы должны это делать обязательно. На улице Крыжиновского, возможно, вскоре будет парковочный карман. Заборчик отбил партию, чтобы газотик приподнял. Для красоты. А вот это вес сразу надо. Вот, после спектуры, забивайте к плану, да. Замечайте парковку, да. И покрасить парковочный карман. И покрасить. Комиссия оценила состояние городских дорог. Многие из них требуют ямочного ремонта. А на улице Крыжиновского, около городской библиотеки, дорога вовсе отсутствует. Надо нам изыскать средства. Здесь надо хотя бы сделать дорожку. Продумать сюда, прийти отдельно еще. Дайте свое видение. Или чтобы она подходила оттуда, с дороги. Ну, хотя бы, пешеходно хотя бы. Потому что идут в библиотеку. У нас вообще здесь только в болоте. Хотя бы вот скромно сделать. Потому что, понятно, на все денег не хватит. Чтобы подходку вот продумать. Территория около Стахановского озера и городского бульвара также была пройдена. Около торгового центра «Континенталь» возникло много замечаний по беспорядку на прилегающей к нему территории. Первый обход закончился на площади Советской. По городу разбросано достаточно много мусора. Не радует глаз в очередной раз площадь Советская. От мусора придется избавляться общими усилиями во время городских субботников, которые начнутся с 5 апреля. Хотел обратиться ко всем жителям города Трегорска с просьбой, что 5, 12 и 26 апреля проводятся общегородские субботники по санитарной уборке и очистке территории города. Просим всех граждан принять участие в уборке территорий вокруг своих домов, непосредственно, где они проживают. Значит, вокруг организации, предприятий, на предприятиях, организациях, где работают жители, чтобы город стал еще более чище и красивее. Неснежная зима выдалась в этом году. В связи с этим, раньше положенного началась подготовка к пожароопасному периоду. В городской администрации прошло заседание руководителей садовых некоммерческих товариществ. Какие вопросы стояли на повестке дня и какие решения приняты, смотрите далее. 28 марта в актовом зале администрации состоялось совещание с руководителями электрогорских садовых товариществ. Председательствовали заместитель главы Алексей Малкин и начальник отдела ГОЧС Игорь Сечкин. Основная тема – подготовка к пожароопасному сезону. Открылось совещание сообщением консультанта отдела архитектуры и землепользования Ильи Стельмаха о сборе и вывозе мусора с территорий садовых товариществ. По закону Московской области каждое юридическое лицо, в частности садоводческие товарищества, гаражные кооперативы, должно иметь контейнерную площадку. Этот момент записан в законе и он контролируется административно-техническим надзором. Второй момент обязательный – это договор, заключенный, действующий, проплаченный договор на вывоз твердых годовых отходов с территории садоводческого товарищества. Он тоже закреплен в законе Московской области о благоустройстве и также контролируется госадоводческим надзором. И неисполнение является административным правонарушением. И за это деяние налагается штраф на юридическое лицо, на должностное лицо. И я прошу, чтобы в течение двух недель сегодняшнего совещания в администрацию города были представлены договоры на вывоз твердых бытовых отходов. Были освещены такие проблемы, как загрязнение водоотводящих каналов и самовольное использование земельных участков без оформления соответствующих документов. Отсутствие основных документов, правоустанавливающих, право удостоверяющих на руках, это основание к проверке, выявлению нарушений и наказанию виновных за те или иные нарушения, в том числе земельного законодательства. У каждого садовода на руках должен быть такой документ, как свидетельство о праве собственности на землю. Каждый земельный участок должен быть закреплен в определенных границах, стоять как объект недвижимости на учете в кадастровой и регистрационной палатах налоговой службы. Представитель отдела пожарной безопасности, старший лейтенант Олег Верютин выступил с сообщением о подготовке к пожароопасному сезону. Источниками пожаров в летний пожароопасный период, я уже повторюсь еще раз, является пал сухой травы. Но также как сухая трава, так и наличие печного отопления в домах и, скажем так, банях, да, тоже один из моментов причин пожаров. Мне бы хотелось, точнее не мне, а от имени отдела, я прошу вас всех провести дополнительные встречи и совещания со своими садоводами. Довести до них, вот у нас очень много, мы предоставили на администрацию городского округа Викторогорска, наглядные агитации, листовки, памятки. Значит, собрать нам нужно будет всех своих членов, всех садовых участков и довести информацию как по сухой траве, то, что ни в коем случае сжигать ее нельзя, нужно ее вывозить на полигоны ТБО и так далее, там подобное, как крупногабаритный мусор. Ну и, соответственно, каждое садовое товарищество должно быть обеспечено каким-то минимумом мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности, таких как, самое элементарное, это пожарные щиты. Все, наверное, прекрасно понимают, да, о чем я говорю, это первый, можно так сказать, инвентарь, который необходим как сотрудникам пожарной охраны, так и садоводам. Сотрудник МЧС представил руководителям требования по оформлению паспортов пожарной безопасности, обеспечению товариществ первичными средствами пожаротушения, ответил на интересующие вопросы. Валерий Гавердовский, заместитель начальника 110-й пожарной части, обратил внимание собравшихся на необходимость обеспечения подъездов к участкам и водоемам, попросил своевременно оповещать о возникшем возгорании, содержать в порядке водоотводящие каналы. Основной телефон пока еще 0-1, значит, пятизначный по электрогорску 3-0-1, запишите, это 110-я пожарная часть. И появился телефон сотовой связи 101, набирайте, попадаете в ближайшую пожарную часть, с некоторых телефонов, с мегафона, например, можете попасть в московский ЦУКС. То есть необязательно этот вызов попадет, например, в наш город. Но информацию вы полную передаете, что горит, где горит, объясняйте. И также есть еще и кто передал информацию и, значит, контактный телефон. Что касается контактных телефонов, сразу же список, мне сказали, что обновился список. То есть если у вас меняется председатель, просьба также сообщать, кто и, значит, из изменений какие-то, телефончик. В этом году, вот я просто объясняю, во-первых, те же самые каналы вокруг своих СНТ, но надо почистить, надо освободить от кустарников, от веток. То есть все захламлено. Сначала сами должны что-то предпринять, потом уже идти и просить, как говорится, кто-то там сделается. И объясняю, что воду отвезти очень просто, потом ее набрать в течение лета невозможно. Старший участковый лесничий Электрогорского участкового лесничества Александр Брусков напомнил руководителям СНТ правила пожарной безопасности в лесах. Объяснил опасность сжигания сухой травы. Итак, до председателей СНТ в полном объеме была доведена вся необходимая информация по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний период. Подчеркнута необходимость восстановления защитных противопожарных полос вокруг СНТ. Проведение проверки готовности первичных средств пожаротушения. Расчистки водоемов. Проведение тренировок с пожарными расчетами. По информации отдела ГОЧС на 1 апреля, руководители многих СНТ уже оформили паспорта пожарной безопасности. Если к остальным требованиям они отнесутся также ответственно, вероятность пожаров этим летом возможно снизится. 27 марта Международное театральное сообщество отмечали Всемирный день театра. Наша электрогорская студия дебют не исключение. Воспитанники под руководством Светланы Булатовой представили свое выступление. Подробности в нашем сюжете. Спит земля, пусть отдохнет, пусть у земли, как и у нас с тобой, там впереди долгие горши. Пусть я возьму этот большой мир. Каждый день, каждый первый час. Если что-то я забуду, вряд ли звезды примут нам. 30 марта на сцене Центра внешкольной работы «Истоки» студия «Дебют» представила программу, посвященную Дню театра, традиционно отметив свой 19-й день рождения. В программе сценическое чтение стихотворений, басен, отрывков из произведений классической литературы. Стихи б я внес, дыханье роз, дыханье мяты, луга, осогу, сенокоз, грозы раскаты. Так некогда Шопен вложил живое чудо. Альбарка в парках рожь, махил свои чудо. Достигнутого торжества Игра и мука, Натянутая тетива Тугого лука. Выразительно, Легка и чиста, Как полет ласточки. Как зовут тебя, Крошка? Ассоль, Сказала девочка, Прячу в корзину, Подданную Эгрем игрушку. Хорошо, Продолжал старик, Не сводя глаз, В глубине которых Поблескивала усмешка Дружелюбного расположения. Ты пустила яхту поплавать, А она сбежала, Ведь так? Ты разве видел? С сомнением спросила Ассоль. Тебе кто-то сказал? Или ты угадал? Я это знал. А как же? Потому что я Самый главный волшебник. Зрители слушали знакомые романсы, Затаив дыхание И боясь спугнуть Нежную и трепетную, Как сами участницы дебюта, Музу театра. На заре ты ее не буди, На заре она сладко так спит. Утро дышит у ней на груди, Ярко вышит на ямках лани, И подушка ее горяча, И горячий утонительный сон, И чернеясь бегут на плечах, Козы ленты с таких сторон. Даже поэзия Владимира Высоцкого приняла в этот день хрупкий пленительный образ. А это эксперимент, чем не раз удивляла зрителя студия Светлана Булатовой. И чудаки еще такие есть, Вдыхают полной грудью эту смесь, И ни наград не ждут, ни наказания, И думая, что дышат просто так, Они внезапно попадают в такт Такого же неровного дыхания. Приятным моментом программ, Подготовленных для празднования Дня театра, Всегда становится выступление выпускников. Увы, хранящей любовь, Неведомый песок, Пусть нам людям вернется вновь, Ко мне, мой, кто-то милый, Но нет со мной кого-то, Мне грустно от чего-то, Клянусь, я все бы отдала На свете для кого-то, На свете для кого-то, Клянусь, я все бы отдала Театр – это работа в связке, Взаимная поддержка, Сосуществование на сцене. Все, как в жизни, И именно научить понимать жизнь, Помогают занятия в студии. Научить, поддержать ближнего, Подставить плечо, не подвести. Парень в горах, не ах, Если сразу раскис, и вниз, Шаг ступил на ледник, и вниз, Оступился и в крик, Значит рядом с тобой, чужой, Ты его не брони, гони, Вверх таких не берут, И тут про таких не поют. Поздравление от главы города Игоря Красавина передала театралам Начальник комитета по образованию Татьяна Панкова. Поздравление глава города Игорь Петрович Красавин не смог присутствовать У вас на празднике, Но просил меня Передать вам слова Благодарности и поздравления За ту победу, которую вы привезли В конце этой недели, в четверг, С международного конкурса, И просил вручить благодарность Администрации городского округа Электрогорск Администрация городского округа Электрогорск Благодарит театральную студию Дебют в лице руководителя Булатовой Светланы Федоровны За победу в 11-м международном фестивале Детского и юношеского творчества Образовательных учреждений Славянская мозаика Ребята привезли диплом Скажите мне Лауреата Да, молодцы, поаплодируем Молодцы, спасибо Поздравили ребята и руководителя Светлану Булатову Представителя отделения Чернобыль Ликвидаторы последствий Чернобыльской аварии Валентин Куклев и Ольга Бобинова Дети растут, растут их таланты Под чутким руководством Трудолюбивых учителей Растет Электрогорский театр С днем театра, с днем рождения Оваций, поклонников, творческих успехов Торжественное мероприятие Торжественное мероприятие, посвященное пятилетию комбината питания «Экопродукт» прошло в актовом зале средней общеобразовательной школы номер 14 Как это было, смотрите далее 28 марта холдинговая компания «Экопродукт» отпраздновала свое пятилетие со дня открытия в стенах 14-й школы Работает «Экопродукт» в Электрогорске недавно С 1 сентября 2013 года сотрудники предприятия обеспечивают организацию горячего питания в дошкольные и школьные учреждения города Ежедневно комбинат обеспечивает питанием более 27 тысяч человек семи муниципальных образований Московской и Владимирской областей В 2014 году «Экопродукт» закрепил свои позиции на уровне среднего бизнеса и стал стремиться к масштабам крупного предприятия На сегодняшний день предприятие огромное, большое количество сотрудников Это уже немалое предприятие по оценкам нашего государства Это немалое предприятие по значимости, потому что социальная направленность Это детские сады, школы, больницы Я могу сказать одно В этом предприятии работают отличные сотрудники Учредители компании «Экопродукт» вручили благодарственные письма и премии работникам комбината питания школьных, дошкольных, столовых, электрогорска и других городов На празднике присутствовали заместители главы города Алексей Малкин, Ольга Матвеенко и председатель комитета по образованию Татьяна Панкова Я хочу сказать вам, во-первых, от имени поручения главы городского округа Игоря Петровича Красавина огромное спасибо за то, чем вы занимаетесь Ведь здоровье наших детей это самое главное, самое основное, что у нас у всех есть Практически у всех у нас есть дети, у кого-то уже есть внуки И мы хотим, чтобы они вкусно питались, чтобы они смотрели на нас веселыми, довольными глазками И чтобы у них все было хорошо Поэтому спасибо вам за ваш труд, за то, что вы делаете И я уверен, что как быстро вы развились из малого среднего И сейчас огромными шагами идете к крупному предприятию И вы, я уверен, пройдете до него Потому что то, что вы делаете, это хорошо, полезно и самое главное вкусно Поздравив, они вручили благодарственное письмо генеральному директору компании «Экопродукт» Светлане Малышкевич В этот день было приглашено немало гостей Сказано множество искренних и теплых слов Вручено большое количество приятных подарков И в завершении торжественной части выступление артистов Прошел полуфинал игр по мини-футболу на кубок паралимпийского чемпиона Алексея Чесмина На хоккейной коробке состоялось награждение наших спортсменов Победителей зимних игр по хоккею Ребята секции греко-римской борьбы приняли участие в турнирах А на стадионе ПУ-34 Рыгбисты в рамках подготовки к первенству в Федеральной лиге Провели подготовительную игру Обо всем этом в нашей рубрике «Спорт» 24 марта в спорткомплексе «Сокол» в открытом турнире по мини-футболу На кубок паралимпийского чемпиона Алексея Чесмина встретились команды группы А «Берег» и детская и юношеская спортивная школа Со счетом 1-3 команда «Берег» одержала победу 28 марта состоялись игры открытого турнира по мини-футболу группы Б На поле встретились футбольные команды «Филимонова» и «Колаб» Игра закончилась со счетом 0-5 в пользу «Филимонова» А в матче между командами «Знамя-Знамя-2» со счетом 4-2 победу одержали игроки команды «Знамя» 30 марта в спортивном зале «Сокол» состоялась игра 1-2 финала Открытый турнир по мини-футболу на кубок паралимпийского чемпиона Алексея Чесмина продолжается И сегодня, 30 марта, на поле встретились в полуфинале команда победителей группы Б «Якорек» и «Знамя» Самые интересные моменты игры смотрите прямо сейчас «Знамя» «Знамя» Со счетом 9-2 победу одержала московская команда «Якорек» В спортивном зале «Сокол» состоятся финальные игры турнира и торжественное закрытие Ждем всех желающих поддержать наших спортсменов 30 апреля на хоккейной коробке собрались сотрудники администрации, гости и спортсмены В этот день чествовали наших победителей, призеров первенства в Московской области среди юношей по хоккею Команду тренера Владимира Чернецова «Вымпел» Сегодня стать чемпионом Московской области – это серьезная заслуга и серьезная работа И, наверное, здесь собрались, в общем-то, все или действующие, или бывшие спортсмены Только через труд, через пахоту серьезную, через пот, через слезы Можно добиться таких серьезных результатов Наверное, в нашем городе сегодня не самые лучшие условия именно для хоккея Но те хорошие традиции, которые заложены Те наши спортсмены, великие спортсмены Которые были рождены в нашем городе и продолжали спортивный путь, светлый и славный Я хочу сказать, это те корни, которые возродили вас и помогают вам двигаться вперед Спасибо им огромное И, конечно, тренерскому составу, нашим спонсорам, нашим предпринимателям, активистам, ребятам за поддержку К поздравлениям главы города Игоря Красавина присоединились Председатель Совета депутатов Виктор Косарев, паралимпийский чемпион по футболу и советник главы администрации по вопросам спорта Алексей Чесмин Благодарственные письма вручили спонсорам, оказавшим поддержку в турнире Тренеру хоккейной команды Владимиру Чернецову и спортсменам вручили грамоты главы городского округа «Электрогорск» Грамоты и диплом Федерации хоккей Московской области, а также подарки, медали и кубок Мы поздравляем ребят с первым местом и хочется сказать одно В хоккее так и надо играть, искренне и от души 29 марта в поселке Фрязево Нагинского района состоялся 10-й открытый командный турнир по греко-римской борьбе среди юношей 2002-2003 годов рождения, посвященного памяти героя России, летчика-испытателя, генерала-майора Бориса Воробьева В турнире приняла участие команда борцов «Электрогорска» По итогам турнира наши борцы завоевали третье место Тренеры-преподаватели ребят Юрий Горбунов, Александр Горбунов, Александр Тихонов, Александр Белошицкий 26 марта «Электрогорские борцы» приняли участие в 31-м турнире по греко-римской борьбе, посвященном памяти героя Советского Союза Виктора Горячего в городе Раменское По итогам турнира Евгений Иванов и Никита Чучков заняли третье место Олег Игамов призовое первое место Тренер-преподаватели ребят Юрий Горбунов 22 марта на стадионе профессионального училища 34 в рамках подготовки к первенству в федеральной лиге состоялась игра по регби Электрогорская команда «Молния» подросткового клуба «Ровесник» спортивного объединения имени Костина принимала у себя команду «Каскад» города Бродицы Со счетом 12-3 команда «Молния» одержала победу Следующая игра состоится на стадионе ПУ-34 в субботу, 5 апреля в 13.00 У меня на сегодня все, всего доброго, увидимся через неделю ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА